МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сидя в кабинете, Тита зажег сигарету и вставил ее по своему обыкновению в мундштук. Сделал затяжку и скрестил ноги. Казалось, что он хочет поделиться с кем-нибудь чем-то важным. Проблема, которую он решал, касалась прежде всего его лично. Тита сделал еще одну затяжку и, наконец, принял решение. Если сам Иосиф Сталин готовит против него заговор, то он, Иосиф Бросс Тита, найдет способ этому воспротивиться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тита был взбешен. Утром ему принесли доклад о готовящемся государственном перевороте. Самое страшное заключалось в том, что его смерти желал сам Иосиф Сталин. Для Тита этот человек во время войны был почти богом. Однако теперь Тита чувствовал себя достаточно могущественным, чтобы выступить против русских. В случае победы он становился полноправным властителем независимого государства. Ради этого можно было и побороться. Потушив сигарету, Тита наконец-то принял решение. Если Сталин хочет войны, он ее получит. Если бы не произошла Корейская война, то вполне было возможно, чтобы Сталин решился в Югославию влезть. Но, может быть, и нет, потому что Тита поддерживала сильная партия. Эти другие, знаете, все там, вот, лидеры восточноевропейских стран народной демократии, все они стали руководителем практически на штыках Красной Армии. А за Тита была борьба самая сильная. Иосип Брос, такое имя при рождении получил будущий югославский маршал, появился на свет 25 мая 1892 года в селении Кумравиц. Это территория современной Хорватии. Иосип был сыном славянки и крестьянина хорвата. Семья Броса имела свой надел, большой дом, но жили они небогато. Из 15 детей выжили только семеро. Как и сотни тысяч его сверстников, с детства Иосип работал. Пас Скотт помогал взрослым в поле. В 1913-м вступил в австро-венгерскую армию и участвовал в боях против сербов. Позже, когда Иосип Брос превратился в товарища Тито, об этом он старался не вспоминать. Ведь в Югославии сербы стали титульной нацией. Тито не был рядовым, Тито был унтер-офицером и служил в разведроте. То есть, то, чем непосредственно он занимался, это вылазки в тыл врага. Занимался он этим и на Балканах, в Воеводине, где, собственно, он начал войну. Первая мировая война. Австро-венгерские войска на Балканах ведут бои против русской армии. Во время неожиданной атаки российских войск Иосип Брос был ранен и попал в плен. Раненого офицера отправили в госпиталь под Казанью. А после лечения он был этапирован в Сибирь, на поселение. Именно там его и застала Октябрьская революция. Всем иностранным военнопленным большевики предложили вступить в ряды коммунистической партии. Но Иосип Брос, офицер австро-венгерской армии, от столь заманчивого предложения отказался. В последующем, так сказать, были сфабрикованы документы и воспоминания, значит, из которых следует, что он уже тогда во время плена своего вступил, значит, в партию большевиков. Но сейчас, в общем, надуманность всех этих документов и воспоминаний, она хорошо научным образом доказана. Ничего подобного не было. Он предпочитал прятаться где-то в деревне, на какой-то мельнице, чем находиться в эпицентре событий. В 1918 году Иосип Брос предпринимает попытку сбежать на родину. Он собирается перебраться в Финляндию. Но на границе его схватили. Пограничники приняли его за заурядного контрабандиста. Броса под конвоем отправляют обратно, в Сибирь. Там он знакомится со своей первой женой, Пелагеей Белоусовой. Он женился на русской женщине. Она жила до 70-х годов. Я помню, я работал в посольстве с советмией. Носили от него подарки к Новому году Пелагея. Она ему родила сына Жарка, который тоже был офицером в Красной Армении. Потерял руку под Москвой. Пелагея было всего 13 лет. Но это не остановило темпераментного Иосипа. Они венчались в православной церкви. В 1920 году Иосипу вместе с молодой женой наконец-то удалось вернуться в родной Загреб. Именно тогда он и вступил в ряды Коммунистической партии Югославии. Иосип Брос приехал в Москву с австрийским паспортом на имя Иозефа Гуфмахера. Но в гостинице он поселился уже под другим именем – Фридриха Вальтера. Подобные правила конспирации соблюдали практически все иностранные коммунисты, приезжающие в Москву на курсы Коминтерна. Иосип Брос только что освободился из тюрьмы, где отсидел 6 лет за подготовку вооруженного восстания. Практически сразу после освобождения он был введен в состав политбюро ЦК Коммунистической партии Югославии, а затем направлен в Москву для работы в Коммунистическом интернационале. Эта организация была создана в 1919 году по инициативе Ленина. Она объединяла коммунистов разных стран для распространения идей революционного социализма во всем мире. В Москве, в Коминтерне, Тита находится на протяжении практически двух лет, в 1935-1936 года. Мы знаем, что он был здесь, в Москве. Чем он на самом деле здесь занимался, мы имеем представление достаточно смутное. Официально он работал в Коминтерне. На практике есть целый период, что-то около 9-10 месяцев, когда он просто исчезает из Коминтерновского делопроизводства. Именно в Москве Иосиф Бросс лаконично начинает подписывать документы двумя буквами – ТТ. По одной версии, он как любитель и знаток оружия отдал должное новой марке советского пистолета. По другой – Тита входил в тайную масонскую ложу. И загадочное ТТ расшифровалось как его степень в масонском ордене – Титус. Стал называться ТИТО, я не знаю почему. И слава его сразу стала мировой. Я помню даже, что гадали, что это значит ТИТО. Это, наверное, инициалы каких-то четырех слов. Что-то таинственное или такое-то. Военно-политические курсы Коминтерна, на которых обучался в Москве ТИТО, были больше известны как Партизанская Академия. Здесь коммунистов со всех концов земного шара готовили к диверсионной деятельности. Молодых людей учили тайнописи, приемам конспирации, шифровальному делу, азбуке Морзе, средствам связи. Их тренировали закладывать мины и пускать под откос поезда. В Советском Союзе, как, впрочем, и во всей Европе уже никто не сомневался. Мир стоит на пороге новой войны. В 1941 год Германия нападает на Советский Союз. И, собственно, после этого ТИТО активизируется. То есть, Югославия вступила в войну еще в 1939 году, но он, так сказать, находился в подполье. Каких-то попыток спровоцировать начало активных боевых действий, активного сопротивления фашистам или, так сказать, сербскому профашистскому режиму ТИТО до 1941 года не предпринимал. 6 апреля 1941 года. Югославия оккупирована фашистскими войсками. Иосифу Бросс ТИТО, одному из лидеров Коммунистической партии Югославии, потребовалось всего несколько месяцев, чтобы организовать вооруженное сопротивление оккупантам. Под контролем партизанских отрядов ТИТО находились целые города и отдельные районы Югославского королевства. Сто тысяч рейхсмарок золотом было объявлено в награду за голову ТИТО. Гитлер недоумевал, как, командуя партизанскими отрядами, не имея серьезного подкрепления, можно столь успешно отражать одно наступление за другим. Заслугом Роститу заключалось в том, что он не только сумел организовать партизанское движение, но и объединил разрозненные народы Югославии в борьбе против врага. В то время уже началось народно-освободительное движение. Определились силы по всей Югославии. ТИТО говорил, оккупантам удалось поссорить народы Югославии, и эти народы уничтожают друг друга. Наша цель – помирить их, доказать, что не все хорваты плохи, и не все сербы – тщетники. Мы должны пройти по всей стране и мирить их. Только так мы сможем выстоять. Осенью 1943 года партизаны Титу оказались прижатыми к реке Сутеска. Кольцо окружения сжималось. Спасти их могла только срочная переправа на другой берег. К тому времени в отрядах Иосипа Броза было уже около трех тысяч тяжелораненых бойцов. Их эвакуация казалась невозможной. Однако Тита принимает решение – держать оборону, пока последний солдат не будет переправлен на другой берег. Битва за спасение раненых стала одним из самых запоминающихся эпизодов противостояния Гитлеру на Балканах. Тита хотел превратить свое войско в регулярную армию, а для этого требовалась артиллерия, бронетанковые войска и авиация. В декабре 1943 года я прибыл в Каир и на переговорах с англичанами изложил просьбу Тита. Я много рассказывал о нуждах народно-освободительной армии. Вскоре уже были сформированы первый бронетанковый отряд и две эскадрильи истребителей. Это была разовая помощь англичан. Правительство Великобритании отказалось дальше поддерживать Брос-Тита. Поводом послужила записка главы британской миссии Фитц-Роя Маклина, который докладывал Черчиллю. Партизаны, независимо от того, будем мы им помогать или нет, будут представлять решающий политический фактор в Югославии после войны. Тито и другие лидеры движения являются откровенными коммунистами. И система, которую они установят, будет неизбежно похожей на систему Советского Союза и, по всей вероятности, сильно ориентированной в направлении СССР. После того, как англичане отказали в помощи, Иосип Брос оказался один на один против немецкой оккупационной армии. Но даже это не остановило Тито в его борьбе. Он стал организовывать отряды местной самообороны, которые получили название «Пролетарские бригады». Сталин сделал выговор Тито. Зачем тот, дескать, формирует пролетарские бригады? Мол, не нужно на это тратить время. А Тито ему отвечает, «Нет, мы будем формировать, потому как отряды энергично борются по всей стране, а не только в своих родных местах». И, несмотря на укор Сталина, он продолжал выполнять задуманные. Получается, он не уважал мнения Сталина. Москва многое прощала Тито. Тогда было главным объединить силы против фашизма. Но отчеты о его переговорах с англичанами педантично подшивались в папку личного дела коммуниста Иосипа Броса. Война еще не закончилась, поэтому Сталин решил не реагировать на дерзкое поведение Тито. Но это только пока. В сентябре 1944 года Тито поехал в СССР и был окружен почетом. Признание его заслуг было так велико, что когда он попросил о помощи для освобождения Белграда одну или две дивизии, Сталин сказал, что если нужно, можно и корпус дать. Состоялся и пакт о сотрудничестве и взаимопомощи. Летом 1945 года корреспондент красной звезды Борис Ефимов был откомандирован в Белград. Он выполнял задание редакции, искал художественные образы в странах антигитлеровской коалиции. Позже из-под карандаша Бориса Ефимова выйдут сотни карикатур на Тито. Это будет в 1948 году, когда Сталин прикажет советской прессе организовать травлю легендарного маршала. Но тогда, в 1945, Тито еще был лучшим другом Советского Союза. Личная встреча с ним стала одним из самых ярких эпизодов в жизни молодого журналиста Бориса Ефимова. Маршал Тито лично пригласил русского корреспондента к себе в резиденцию на обед. Это была высокая честь. Я с собой захватил, у меня было два, кажется, экземпляра своего альбома «Гитлер и его сгода». Он так быстро перестал, и нашел как раз тот рисунок, где изображены эти пленные гитлеровцы, которые идут, значит, под конвоем партизан. Вот, а вот, да, так и бывало. Очень интересно. Спасибо большое, спасибо. После войны Тито отказался подчиняться Сталину и начал самостоятельно выстраивать внутреннюю и внешнюю политику Югославии. Поводом к ссоре Иосипа Броза со Сталином послужило соглашение между Тито и албанским руководством об отправке югославских войск в Албанию. Москва не приняла их объяснение о том, что войска оказались там для защиты от греческих монархофашистов. Сталин отозвал из Белграда советских советников и пригрозил официальным разрывом отношений. Соратники Тито, Серетен Жуевич и Андрей Хебранг потребовали от Тито прислушаться к требованиям Сталина. Тито в ответ назвал их изменниками. По его приказу они были арестованы. Позже Сталин лично поинтересуется судьбой Хебранга и Жуевича. И тут же обвинет Тито в подготовке убийства. Мы верили в Сталина. Мы верили в Советский Союз. Мы верили даже тогда, когда немцы стояли под Москвой. Мы верили в социализм. И когда в 1948 году Сталин назвал нас фашистами, заявил, что мы хуже румын и венгров, мне захотелось стереть его из истории. Тогда шла речь о нашей независимости. Сталин же хотел подчинить нас, сделать из нас марионеток. После окончания Второй мировой войны Советский Союз фактически оккупировал половину Европы. На этой территории Сталин планировал создать федеративное государство, состоящее из стран нового социалистического блока. Вождь всех народов был уверен, место руководителей стран Восточной Европы должны занять люди, безропотно подчиняющиеся приказам Москвы. Подобное ожидало и Югославию. Согласно плану, разработанному по приказу Сталина, местные коммунисты должны были инициировать смещение Иосипа Бруститова. Однако югославский маршал успел вовремя принять соответствующие меры. Со своими политическими противниками он расправился с самыми жестокими методами. Людей приглашали на партсобрание, читали одно письмо Сталина, а другое Тита. Спрашивали, что вы об этом думаете, вы за кого? Если возникали критические замечания, тут же уводили в тюрьму. Но большинство не высказывались, а просто общались с близкими, с женами. Достаточно было лишь донесения в полицию, никаких судов не было. В 1948 году Иосип Брустита сохранил власть только благодаря неоправданной жестокости. Тысячи югославских коммунистов, вчерашних непримиримых бойцов с немецко-фашистскими оккупантами, после победы неожиданно для себя оказались в концлагере. В северную Адриатику, неподалеку от города Сеня, на Голый оток, в переводе Голый остров, начиная с 1948 года, было переправлено около 12 тысяч коммунистов. Заключенные добывали в каменоломнях мрамор. Вместе с ними в концлагере плечом к плечу работали и их классовые враги, представители буржуазии. Я считал Тита абсолютно правильным человеком во всех смыслах. Сомневаться я начал тогда, когда начались все эти глупости с лагеря, когда мы стали сажать абсолютно невиновных людей, когда отбирали имущество. Я знаю случаи, когда людей обвиняли за связь с немцами только для того, чтобы отнять их в завод или магазин. А я по образованию юрист. И я не воспринимаю, когда власть использует силу, несовместимую с моралью и существующими законами. Окончательный разрыв между странами произошел после смерти в тюрьме Андрея Хеббранга, когда-то ближайшего соратника Титу, которого он отправил в тюрьму одним из первых. После этого руководитель Югославии получил в советской прессе титул «Кровавого палача». Мне позвонил вот этот Ильичев, тогда редактор «Правды», и говорит, товарищ Мак, к вам есть задание. Я говорю, да, пожалуйста, для «Правды». Надо нарисовать карикатуру на титул под названием «Перебежчик». Я говорю, что такое, я не понял, на кого? Он говорит, на титул, вы не ослышались. И именно на титул. И это указание свыше. Сначала были карикатуры, затем «Правда» опубликовала огромную статью, из которой советский читатель узнал о предательстве и измене лидера Компартии Югославии маршала Иосифа Брустита. Шел 1948 год. За тем, что происходило на Балканах, теперь пристально следил весь мир. Социалистическая страна, вышедшая из-под опеки Кремля, заинтересовала Запад. Ее можно было превратить в оружие против Советского Союза. Мне было 14 лет, когда я впервые увидел титул. Тогда я считал, что быть антифашистом это главный вопрос самоопределения. И титул для нас был легендой. Должен признаться, что меня сильно поразила первая встреча. Это было после субботника. Он был в синей рабочей форме, но с золотым перстнем на руке. Это было странным для коммуниста. Мне коммунисты представлялись всегда в рабочей одежде, нищие и тощие. А я увидел человека, любителя жизни. Абсолютная власть дала возможность титу удовлетворить свою страсть к шикарной жизни. Главная резиденция титу находилась в Белграде, но она была отнюдь не единственной. Дворцы, принадлежащие Югославской Королевской Династии, охотничьи усадьбы, виллы, располагались почти во всех столицах союзных республик федерации. Резиденция на острове Брионе строилась как санаторий для больных туберкулезом. Огромный штат архитекторов, медиков и биологов бился над созданием особого лечебного микроклимата. Тито оценил их работу и превратил санаторий в свою резиденцию. На этой вилле гостили знаменитости со всего мира. Никогда не забуду, они плавали в бассейны на Брионах. Я собираюсь Тито, Софья Лорен, Карло Понти, и мы их обслужили в бассейне. Наливали шампанское, там какие-то десерты экзотические, лобстеры делали. Кстати, Тито любил лобстеры, но я бы не сказал, что очень он любил, но любил, когда очень высокие гости бывали у него, чтобы, между прочим, лобстеры холодные били. Голливудские красавицы не раз катались в шикарных лимузинах Тито. Роскошная машина – одна из его слабостей. Личный автопарк главы Югославии состоял исключительно из ягуаров, роллс-ройсов и бентли. Вторая слабость – экзотические, африканские животные. В своей резиденции на острове Брионе Бруститу устроил настоящий сафари-парк. Его друг, король Эфиопии Хайли Селасия, постоянно присылал маршалу в подарок зебр, страусов и львов. Он любил красиво жить, любил пустить иностранным гостям, главам государств, которые к нему приезжали с визитами или в частном порядке в Югославии, пустить пыль в глаза. Совершенно поразил этим Хрущева, который у него что-то порядка месяца как раз там на Брионе жил. Они выходили в открытое море на его роскошной яхте, ловили рыбу, возвращались назад на остров, катались по острову, наблюдали за зебрами и страусами и так далее. Но это все не являлось его личной собственностью, это все было собственностью государства. Своих гостей Бруститу умел удивлять не только богатством окружающей обстановки. К нему часто приезжали политики, монарши-особы, художники, актеры и актрисы. Лауреаты Нобелевской премии. И каждый из них восхищался безукоризненным вкусом маршала, его манерами, свободным владением европейскими языками и огромным багажом знаний в самых разных сферах. Титул вообще человек более насыщенной биографии. Очень много он видел и мира сего, значит, он говорил некоторые языки. Нехорошо, не очень хорошо, но говорил, он говорил по-немецки, он говорил по-английски, он говорил по-русски. Отлично! Тита удивлял не только своих гостей. Представители мирового истеблишмента не верили, что этот элегантный мужчина с манерами аристократа был всего лишь выходцем из бедной крестьянской семьи. Он виртуозно играл на фортепиано, искусно фехтовал и был умелым наездником. Мы убили такие тонкости. Любил музыку, любил театр. Ни один фест, фест это старый фестиваль Белградского, вот его, Белградский фестиваль фест, ни одного не пропускал. Ни одного фестиваля пульского, пула, фестиваль кино, потому что он очень любил кино. Он или открывал, или закрывал, вообще кино любил. Иосифу Брозу нравилось, что вокруг его происхождения создавалось множество мифов. Чтобы лишний раз привлечь интерес к своей персоне, он умело манипулировал некоторыми фактами своей биографии. Одни были уверены, что он вовсе не Броз. Его имя Амброс, и он сын польской графини. Другие уверяли, что он незаконно рожденный сын австрийского императора Франца Иосифа. Отсюда и аристократические привычки. Третьи готовы были доказать, что настоящего Броз Титу подменили еще в Советском Союзе. Тот, кто называет себя его именем, на самом деле агент НКВД. Насчет подмены это просто откровенная глупость, на мой взгляд. Сохранились фотографии Тита из, так сказать, самого раннего периода его биографии, из периода его службы в армии. Сохранилось, так сказать, большое количество каких-то документальных свидетельств, которые, в общем, неопривержимо свидетельствуют о том, что, так сказать, Иосиф Броз из деревни Кумровец, получивший в последующем партийным псевдоним Тита, который стал частью его фамилии, это на протяжении всей его биографии один и тот же человек. Сам Иосиф Броз уклонялся от прямых ответов на эти вопросы. Но однажды при дружеской беседе с одним из своих подчиненных он оговорился. Наверное, вы хотите узнать больше о Титу, но никто из вас не сможет этого сделать. Это тайна, и я унесу ее с собой в могилу. Буржуазные наклонности Титу далеко не всегда одобрялись в стране, где царил дух социализма. Тита любил красивую жизнь, но в отличие от других руководителей стран социалистического блока, он хотел, чтобы и люди в его стране тоже жили достойно. Тита был мудрен. Он обычному, простому, малому человеку дал возможность иметь. Я из семьи рабочего. У нас была машина, была своя квартира. Я была учеником, студентом и так далее. Была у нас дача. У моего бабушки и дедушки и стороны мамы и папы была своя земля. 25 гектаров. Это большое количество земли. Они в воеводе не жили, богатые люди, даже богаче, чем и в городе. и так далее. Значит, не за что жаловаться. Нам было хорошо. Иосиф Бруститу решил провести кардинальные реформы в экономике Югославии. Благодаря американским и английским кредитам повсюду строились новые заводы и фабрики. Благодаря либеральным законам в стране зародился малый и средний бизнес. Сельскохозяйственные фермы и небольшие производства теперь принадлежали частным гражданам. Югославы никогда не знали, что такое дефицит и отсутствие товаров на полках магазинов. Югославия вышла из советского блока, у нее был огромный шанс стать нейтральной страной типа Австрии или Швеции, интегрироваться в европейскую экономику. И, конечно, страна уже давно была бы членом ЕС и была бы куда более развитая, чем, например, Греция. Вместо этого Тита принял на себя роль лидера третьего мира. Послевоенная Югославия получила уникальный статус. С одной стороны, она оставалась социалистической страной, но при этом не подчинялась указаниям Москвы. С другой, была в дружественных отношениях с капиталистическими странами. Югославия превратилась в некий политический буфер между враждебными Востоком и Западом. При этом, такая позиция в экономическом положении играла ей только на руку. После личной встречи Иосипа Борустита с Никитой Хрущевым, испортившиеся отношения между СССР и Югославией наладились. Хрущев намеренно продемонстрировал отличие своей внешней политики от сталинской. Теперь из Союза на Балканы по демпинговым ценам пошли нефть и газ. В обратную сторону товары народного потребления. Югославские одежда, обувь, мебельные гарнитуры были высокого качества и быстро завоевали популярность у советских граждан. Югославия всегда была многонациональным государством. В одной стране компактно проживали разные по менталитету, национальности и вероисповеданию люди. Конфликты на этнической почве постоянно вспыхивали в самых разных концах федерации. В поисках выхода из этой ситуации Иосип Брос придумал достаточно простой план. С середины 60-х годов Титу предоставил республиканским краевым и районным органам власти самоуправления. Фактически в стране была объявлена экономическая и политическая свобода. Здесь самоуправление было хорошее, но, к сожалению, процесс начался сверху, а он не пошел снизу. Значит, мы потом навязывали сверху вниз самоуправление, но экономическая почва не могла ответить политическим требованиям. И поэтому именно самоуправление помогло быстрому развалу Югославии. Оченью 1968 в Косово на юго-западе Сербии прошли массовые манифестации албанской молодежи. Протестующие несли лозунги «Долой сербский колониализм» и «Косово республика». На земле, которую православные сербы испокон веков считали священной, большинство населения составляли албанцы-мусульмане. Они на протяжении десятилетий требовали независимости и присоединения к Албании и даже создали свою боевую организацию. Тогда их митинг был разогнан усиленными полицейскими отрядами. Один из студентов погиб. В ответ по всему городу прокатилась волна насилия против сербского населения. Была сильная такая националистическая сепаратическая как сказать политическая и боевая значит военная струя организация Бали Комбатар значит баллисты борцы. Мы с ними воевали до середины 50-х годов. И это не переставало все время значит в 68-м 1968 значит 40 лет тому назад пожалуйста вспыхнули демонстрации студентов Кришни под лозунгом Косово Республика. Как первый шаг Косово потом независим. Оно край республики. Тито знаете что сделал? Послал туда две дивизии две дивизии и они самим своим присутствием все успокоили очень быстро. Тито пытался урегулировать этнические конфликты. Он был уверен что предоставленная народом самостоятельность позволит ему удержать их в границах Югославской Федерации. В рамках Конституции 1974 года Косову были предоставлены очень большие полномочия и по уровню и объему компетенции Косово как автономный край в рамках Сербии не уступал самой Сербии. Теперь не только косовары, но и боснийцы, хорваты, славянцы жили как бы в собственных государствах со своими законами, но внутри одной страны. Вот на административной границе Сербии и Хорватии останавливается поезд, спускается команда сербская, поднимается команда хорватская. Механизм урегулирования межэтнических конфликтов, придуманный Тито, на какое-то время решил проблему мирного сосуществования народов Югославии. Но это была мина замедленного действия. После смерти легендарного маршала страна погрузилась в пучину хаоса и войн. Он несет в том числе ответственность за исчезновение Югославии, это несомненно. Политика, проводимая Брос-Тито, далеко не всегда находила поддержку внутри страны. С критикой в его адрес неоднократно выступали даже его соратники по партии. Но, опасаясь очередного заговора, каждого инакомыслящего под надуманным предлогом сажали в тюрьму. У него были политические противники крупные, те, которые с ним воевали, революцию, поднимали и проводили национально-освободительную борьбу. Первым он разошел с Милованом Джиласом в начале 50-х годов. Тот тогда возглавлял парламент, скупщик национально- потом он вот Ранкович Александр Ранкович это 66-й год. Это был сильный мужик. Цель политических чисток в стране дать понять кто в доме хозяин. Те, кто позже принимал правила игры, возвращались к нормальной жизни. И, как все граждане опять могли иметь квартиры, загородные дома, бесплатную медицину и югославские паспорта, с которыми можно было свободно путешествовать по всему миру. Моя семья коммунистическая, а можно сказать наполовину потом и ну условно поймите меня диссидентская, пока мой отец обиделся на партию и бросил красную книжку. Вы знаете, что это представляло в эти времена. Это страшно было, да? Ну, его не наказали, но в сущности относились к нему так осторожно. Побеждать врагов маршалу удавалось лучше, чем строить личную жизнь. С первой супругой Пелагеей Белоусовой он расстался еще в конце 20-х годов. Когда его посадили в тюрьму, она уехала в Россию. Официально их брак был расторгнут только в 1935 году, сразу после приезда Тита в Москву. О причинах развода ему пришлось отчитываться перед руководством Коминтерна. Оригинал этой записки до сих пор хранится в одном из российских архивов. Когда я приехал в Москву, я узнал от многих товарищей, что она является главным виновником, что мой сын Жарко стал почти хулиганом и пропащим ребенком, которого я нашел в исправительном доме недалеко от Ленинграда. Кроме этого, я также узнал, что она в бытовой жизни вела неморально. 30 октября 1936 года Тито женился на немке Луцией Бауэр. Они познакомились во время работы в Коминтерне. Но и этот брак оказался неудачным. Через год после свадьбы ее арестовали в Москве сотрудники НКВД СССР как агента немецкой разведки. Третьей любовью Тито была Серка Доварианка Паунович. Они вместе сражались во время партизанской войны. Их союз обещал быть счастливым, но в возрасте 25 лет девушка трагически погибла. Последняя жена Иосипа Броза Йованка Броз. Она была моложе мужа почти на 20 лет. Она работала как как это сказать как хозяйка Белого дома. Понимаете? Она закончила среднюю школу, закончила факультет историю художества, историю умествности называется. И 1954 года он ее забрал то есть женился на ее. И первый раз в истории Югославской по телевизии 1954 года когда Идн господин Идн посетил Югославию первый раз появился Иванка Броз в роли супруги Йосипа Броз Тито. Ценитель женской красоты Броз Тито последние шесть лет предпочел провести в одиночестве. Его раздражали попытки жены влиять на его решение. Йованку он отселил на отдельную виллу и приставил к ней охрану. Ну что ж мужик нормальный и я думаю что у него все было с этим нормально что он был каким-то домзуаном каким-то шеребцом который тут ловил красоток нет это невежно тоже таких вот источников нету и таких утверждения поверхностных журналистов зацепиться за что-нибудь ты давай раскручивай какую-то интригу это известное дело но Тито уже сбалансированный нормальный он умел вспыхнуть так взорваться но умел быть тихий очень как сказать общитель спокойно Иосип Брос старший внук легендарного маршала владелец мастерской по изготовлению изделий из металла свое детство он провел рядом с дедом Титу старший уделял много времени его воспитанию деду было важно чтобы внук научился жить так как живут его сверстники семья Иосипа Броса младшего не унаследовала от своего деда и малой толики того чем тот владел при жизни на память о дедушке остались лишь охотничье ружье и золотые часы 40 лет назад Титу подарил их внуку взамен разбитых Он не слишком стремился меня баловать он знал что в доме есть все что нужно у меня не было ни охраны ни личного водителя в школу я ездил на автобусе как и остальные ученики он очень следил за тем чтобы я не выделялся никогда не забуду как дети сотрудников китайского посольства стали счастливыми обладателями роликов я конечно попросил такие же дед спрашивает а у кого еще есть такие ролики я говорю у китайцев он спрашивает а у кого-нибудь еще есть нет ну тогда не получишь а получишь тогда когда все смогут их купить сегодня Иосип брос младший далек от политики но все эти годы он ни на йоту не допускал сомнений в правоте политических взглядов Титу говорят он был диктатором и что этот диктатор хоть один бунт подавил при помощи армии или использовал полицейские методы я такого не припомню легко сегодня говорить а где аргументы как только СМИ начинают подобные публикации молодежь начинает интересоваться мы забываем что при Тито сельские дети и дети рабочих покупали себе выпускные платья в Италии а сегодня даже в Белграде не могут себе позволить Иосип брос Тито заболел в начале января 1980 года его положили в госпиталь в Любляне где хирурги ампутировали ему сначала одну а потом и вторую ногу его навещали сыновья и жена за ним по его просьбе ухаживали католические монахини вся страна замерла в ожидании создавалось впечатление что Югославия боится его ухода из жизни 4 мая 1980 года в возрасте 87 лет Иосип Брус Тито скончался на его похороны прибыли товарищи по партии лидеры ведущих стран мира в стране был объявлен семидневный траур тело Тито поместили в мавзолей неподалеку от его резиденции Деденье в пригороде Белграда Этот человек вертел миром как хотел к нему на поклон приходили и русские и американцы и немцы и итальянцы я имею ввиду глав государств и со всеми он умудрялся находить общий язык маловероятно что подобный человек скоро появится и это не только мое мнение об этом многие говорят это был человек умеющий вникнуть во все о чем бы ни шла речь после смерти Иосипа Броза пост президента страны был упразднен во главе страны встал президиум членами которого являлись руководители союзных республик экономическое чудо в середине 80-х годов закончилось стремительной инфляцией и развалом экономики что привело к обострению отношений между республиками в стране началась гражданская война первыми из состава федерации вышли Словения Хорватия Босния и Герцеговина и Македония в результате вмешательства США и стран Западной Европы фактически получил независимость автономный край Косова 3 июня 2006 года после отделения от Сербии Черногории федеративное государство Югославия практически прекратило свое существование Иосиф Брустита вошел в историю как гениальный полководец во время Второй мировой войны он объединил разрозненные народы для борьбы с внешним врагом после войны создал единое государство добился его экономического расцвета единственное чего не могут простить ему многие граждане бывшей Югославии Иосиф Брустита не оставил после себя преемника который продолжил бы его дело Тита ушел как будто бросая вызов Я одержал Югославию 40 с лишним лет А теперь попробуйте вы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok